Как раз с этой темы и начнем обсуждение ситуации на фронте. Алексей Гейтман, военный аналитик, с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Начали мы с темы Бахмута и как раз того, что подразделения ЧВК Вагнер в Бахмуте заменены на регулярное подразделение вооруженных сил Российской Федерации, о чем заместитель министра обороны Анна Малер уже говорила. Но у меня вопрос. Во-первых, было заявление вначале, что до 1 июня будут выводиться ЧВК Вагнер. Это сам Пригожин заявлял. Я не думаю, что прям все силы Вагнера уже отошли, честно говоря. Потом вопрос в том, на чем пытается сыграть Пригожин сейчас. Понимает ли он не минуемость сдачи города российскими войсками и освобождение украинскими. Соответственно, ну и насколько сейчас объективно регулярные российские военные части могут удержать город, учитывая, что у вооруженных сил Украины сейчас господствующие высоты. То есть, по сути, регулярная армия, которая находится в Бахмуте, она в низине, так сказать. Ну, отошли войска Вагнера, Пригожина. Ну, отошли то, что от них осталось. Там осталось от Вагнера не больше 10% по сравнению с тем, что было осенью прошлого года. Поэтому отошли, ну, отошли так отошли. Пригожин говорил, что ротация, то есть, отход ихний войск будет с 25 мая по 1 июня. Ну, видимо, он спешит. Он понимает, что, скорее всего, Бахмут удержать россиянам не удастся. Наши войска продвигаются из севера и с юга. То есть, город находится в полуокруженном состоянии, в токийском окружении. Как говорила Ганна Малер или командующий с углубленными войсками генерал Севский. Поэтому, ну, Пригожин вроде бы как выполнил свою задачу. Он, как он доложил там наверх Путину, захватил город. Все у них получилось, они молодцы. Путин пообещал там государственные награды за эти действия. Ну, Пригожин же человек не сильно глупый. Он прекрасно понимает, что в той ситуации оперативно-тактической город удержать не удастся. И, скорее всего, в ближайшее время он будет либо окружен, либо освобожден. Поэтому и он, вот до первого числа, он, видите, с опережением графика. То есть, он решил как можно быстрее вывести свои войска, чтобы ответственность за поражение, которое, ну, которое неизбежно на этом направлении, на Бахмутском, уже легло не на него, а на тех командиров, бригад или батальонах, кого сделают козлами отпущения, пока непонятно, ну, чтобы ответственность взгляла на этих людей. Поэтому полностью понятны его действия. Он такой, можно сказать, что он выкрутился, потому что ситуация у него была патовая. Его частная воинская компания практически была полностью уничтожена. И если бы ему не удалось взять или вроде как взять Бахмут, то, естественно, он бы там, ну, получил бы нагоняя, ну, как так, проще говоря. А так, видите, он оказался таким человеком хитрым. Он вот успел. Вроде бы как сделать свои необходимые воинские действия, а потом вот вроде как после успешного проведения операции, подразделения, ну, в принципе, имеет право на ротацию для того, чтобы восстановить свои силы, там, привести себя в порядок. Поэтому он вот и спешит. И, видите, до 1 июня он уже вывел, ну, практически, я думаю, все остатки своих вооруженных сил, которые, ну, в частном воинской компании, которая там у него оставалась. Ну, и тому же, все-таки у Пригожина ПВК Вагнера это штурмовые действия, ну, у них прописаны в ихних, ну, уставах, в правилах боя, и вести в обороне действия ему было бы тяжелее, но они не готовы до таких действий. Но это тоже одна из причин, почему он так торопился, потому что понимает, что будет наступление наших войск, в том числе и на Бахмутском направлении. Так вот, Алексей, для понимания, а все ли свои силы Пригожин вывел, и, как вы говорите, ротация, то есть это означает, что подразумевается возвращение, возвращение тогда куда и на какие позиции в тот же Бахмут, если, конечно же, российские воска не разбегутся, но это другой вопрос. Но, тем не менее, кого он оставляет? Из того просмотренного видео последнего, да, на кого он оставляет? Ну, там этот Лелик, Болик, я не запомнила этих двух товарищей, которые должны были передать, скажем так, и позиции, вооружение в том числе, ну, и проследить, чтобы там все были на местах подготовлены, и как бы опыт свой передавать. Так вот, кто остается на самом деле, и если подразумевается ротация, то на какие позиции, куда они должны будут вернуться, после отдыха, если это так можно назвать? Ну, остаются, наверное, несколько людей, которые вроде как инструктора, но это может быть кто угодно, это может быть Лелик и Болик, это может быть, ну, там, буквально десяток человек, которые будут как бы показывать позиции, на которых они находятся, передавать какой-то опыт. Ну, это такое, это, скорее всего, к военным каким-то действиям, ну, вряд ли имеет серьезное отношение, это просто для того, чтобы еще раз показать всем россиянам и руководству политическому России, ну, президенту Путину, что вот они не просто ушли, они оставили еще своих инструкторов, своих Лелик и Болика, для того, чтобы там не просто освободить эти места для новых подразделений Российской Федерации, себя передать, вот, боевой опыт, ну, и так далее, ну, короче, это, скорее всего, так просто, для красивого словца. Куда они перейдут после ротации? Ну, ротация подразумевает, что сначала, когда выводятся войска, им дается какое-то время, но для того, чтобы, ну, просто привести себя в порядок, просто отдохнуть. Поэтому, скорее всего, ну, в ближайшие, ну, точно, что, ну, дни или, ну, скорее, недели, вряд ли мы где-то увидим эти войска Вагнера, частная войска компания, ну, видимо, отойдут, может, в глубь России, ну, куда-то подальше от обстрелов, и там уже, ну, со стороны будут смотреть, как развиваются дела на фронте, и, ну, куда их назначат, куда им определят, в принципе, пока тяжело искать, куда они будут перемещаться, но точно, что это будет не сразу. В любом случае, это будет, ну, хотя бы, хотя бы две недели они должны побыть вне боя, для того, чтобы, ну, просто прийти в порядок, там, почистить оружие, ну, просто, там, ну, обычная ротация после боя, любое подразделение, в том числе российское, воинское подразделение должно побыть, ну, вне обстрелов, для того, чтобы привести себя в порядок. Это, в принципе, с военной точки зрения, это вполне понятно. Алексей, и накануне было опять снова тревожно, причем не только в Украине, но я так подозреваю, и во всем мире стало тревожно после заявления главного управления разведки, Министерства обороны Украины, что в 21.57 появилось сообщение 26 мая, что Россия в ближайшие часы готовит ядерные провокации на Запорожской атомной электростанции, что, о чем говорилось в сообщении главного управления разведки, что целью акции является остановка военных действий, спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия, да, так как, ну, соответственно, если происходит инцидент на Запорожской атомной электростанции, после предполагаемого удара непосредственно по территории ЗС, нужно было остановить все боевые действия, и таким образом, расисты, сообщает в ГУР, это цитата, надеются получить желанную паузу, которую используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки украинского контрнаступления. Соответственно, ну, хорошо, что это не произошло сегодня ночью, хотя ожидали многое, что могло произойти. Вот сейчас, вследствие того, что эту информацию предали огласки в ГУР, либо все-таки это одна из возможных акций со стороны российских оккупантов, которую они вбрасывали в информационное поле. Ну, это не только информационная атака со стороны россиян, это еще и действительно возможность каких-то провокаций. Ну, давайте вспомним, что там происходило последние несколько дней, даже недель на Запорожской АЭС. Ну, во-первых, они отключили питание, подачи туда электричества, а для того, чтобы работали ядерные реакторы, там необходимо, ну, даже если они в заглушенном, в таком, в полу, не на полную мощность работают, это просто находятся в состоянии такой паузы, там необходимо определенное количество электроэнергии для того, чтобы поддерживать их циклы. Нельзя просто так остановить и выключить. Там же идет процесс распада, ну, идет ядерный процесс, они, ну, нельзя просто как лапочку включить и выключить. Потом была информация про то, что персонал, который работает на Запорожской АЭС станции, им ввели более жесткий режим пропуска на территорию станции, им запрещено, вот это самое смешное было, смотреть по сторонам, то есть они должны были смотреть только на своем рабочем столе, на те приборы, за которые они отвечают. Это говорило про то, что какие-то действия, что-то там россияне делают, укрепляют позиции, минируют, может, ну, готовятся, к чему-то они там готовятся. А потом, видите, появилась информация про то, что, возможно, провокация, то есть они могли какой-то один из реакторов поломать, скажем так, подорвать, хотя бы частично, для того, чтобы начался какой-то неконтролированный выход радиации. Дело в том, что эти реакторы строились еще в часы холодной войны, и они достаточно серьезно укреплены снаружи. То есть просто попаданием снаряда или даже ракеты, ну, не очень мощные, ну, мощные, но такой, не F-1500, что там полторы тонны взрывчатки, то реакторы это вот так и выдерживают. Сломать его, в принципе, можно только в середине, ну, внутри находясь в станции. Скорее всего, они это и готовили, и, ну, что-то у них, видимо, пошло не так, или они передумали, потому что такая ситуация, она могла привести не к остановке военных действий, а, ну, совершенно другому эффекту. туда могли бы туда уже заходить голубые каски для того, чтобы наводить, ну, остановить вот эту возможную серьезную ядерную катастрофу. Поэтому, скорее всего, это была просто пугалка со стороны россиян, а потом они так посидели, подумали, что, видимо, эффект, который они хотели получить, приостановить наше наступление, он бы мог оказаться точно противоположным. И туда бы были введены миротворческие силы, потому что это уже угроза для всей Европы, серьезная угроза. Также, Алексей, мы видим по отчетах генштаба, что все-таки российские войска продолжают на тех же направлениях штурмовые действия в разных количествах, днем больше, днем меньше, но, тем не менее, опять направление таких и остается, как Маринка, Авдеевка, Лиманское направление и так далее, Купинское в том числе. Как вы видите, смотрите, после ситуации, которая происходила с Белгородом, все-таки поступала некоторая информация, что около каких-то двух подразделений, возможно, российские войска вынуждены были туда перенаправлять, но это процесс не одного дня, конечно же. Тем не менее, как вы видите, и тут мы видим, как вагнерисы тоже снимаются, вот и они тоже уходят, так или иначе, вот на некоторые ротации. Станет ли на фронте легче, учитывая, что все равно штурмовые активные действия противник производит? И как быстро это может, ну, скажем так, для наших войск стать облегчением, в том числе, учитывая те ситуации в Белгороде, в том числе, и не только в Белгороде? Ну, штурмовые действия, которые россияне проводят по Маренко, Авдеевка, на Купинском направлении, но это не широко, ну, не полнокровное наступление, которое они анонсировали в начале года, где они планировали прорвать нашу линию оборону, там, выйти до Запорожья, до Днепра, то есть, там, серьезные, у них серьезные были планы, эти планы, ну, им не удалось реализовать, они продвинулись на некоторых участках фронта на незначительное расстояние, и все, они, в принципе, остановились. Те действия штурмовые, которые они проводят вот по всей линии фронта, буквально там все полторы тысячи, это не значит, что они там, ну, продолжают вот эти активно наступательные, ну, активные такие широкомасштабные, не знаю, как их правильно назвать, наступательные действия, которые они планировали в начале года, на это у них нет сил и средств, это просто для того, чтобы держать напряжение наши вооруженные силы, и, ну, как-то отсрочить или приостановить планируемые нами наступательные действия. Про Белгород, ну, действительно, есть информация про то, что им необходимо снимать с линии фронта какую-то часть своих гостей, для того, чтобы там, ну, как они, контртеористическую операцию провести, там много интересного происходит в этой области, там создана территориальная оборона, но ей почему-то не розданное оружие, ну, то есть там удивительная ситуация, посмотрим, как она будет развиваться, а по поводу, если они будут снимать войска с линии фронта, ну, я не думаю, что это с какого-то участка они снимут бригаду или там несколько бригад, большое количество людей. Скорее всего, они со всех, ну, с разных подразделений на разных участках фронта будут снимать по роте, может быть, по батальону и направлять в Белгородскую область для того, чтобы там, ну, как-то, как они считают, навести порядок. Снимать полностью какое-то подразделение, а лидернию фронта, но я думаю, что вряд ли они так будут поступать, потому что это нелогично и это, ну, очень опасно для них, если они снимут, ну, мы же понимаем, снимут какое-то серьезное воинское формирование, то именно туда и будут нанесены нами удары. Поэтому они будут почти чуть-чуть с каждых подразделений почти чуть-чуть высмыкивать людей и направлять туда для того, чтобы там проводить вот этот, смешно звучит, контрреалистическую операцию. Еще одно свежее заявление от представителей главного управления разведки, что бойцы РДК и Свободы России все еще под Белгородом, власти отошли из нескольких сел. Официальный представитель главного управления разведки Андрей Юсов об этом заявил тоже накануне. бойцы Российского добровольческого корпуса Легиона Свободы России до сих пор находятся на территории Белгородской области Российской Федерации. Количество движения сопротивления увеличивается. Из нескольких сел у границы фактически отошли власти Российской Федерации. Мне интересно, ну, начиная с понедельника, с 22 мая, фактически, по сути, ну, не знаю, рота, наверное, да, находится на территории Белгородской области и продолжает движение, ну, по сути, наступление в этой области. Я просто хочу понять, суббота, 27 число, а все еще актуальна эта информация. Вначале это выглядело как диверсия, а теперь как, ну, фактически, полномасштабное, не знаю, как это даже назвать правильно, наступление РДК и свободы России, или, как это понимать? Ну, они, да, российские повстанцы, они, они считают, что они, ну, они говорят, что они пришли освобождать Россию от Путина, они, ну, проголошивают, как в России, такие очень патриотические лозунги, и, в принципе, вот, может поэтому, и вот тот РДК, которое было создано, ну, территориальная оборона, вернее, которое было создано вот в Белгородской области для защиты от этих, как бы, террористов, осталось без оружия. Есть подозрение, что если бы раздали территориальное обороне оружие, то они могли бы перейти как раз на сторону вот этих российских, российских повстанцев. Ну, трудно сказать, но вроде есть информация про то, что этих людей, вот, граждане вот тех областей, ну, в общем-то, поддерживают. Российские регулярные части, которые там находились, ну, силовики, они не, не делали, не создавали серьезного сопротивления. Вполне возможно, что это такое зародыш того, что, будет дальше развиваться, и, может быть, это, мы увидим, как, ну, из, из, вот этого небольшого формирования российского может получиться целая армия. Тут ситуация неоднозначная, надо следить за развитием, а то, что россияне не вышли с этой территории, говорит о том, что, ну, серьезное сопротивление никто на них не давит. Если бы их не поддерживали, категорически не поддерживало бы население, но это было бы заметно, и ситуация бы развилась по-другому. Это очень интересная ситуация. Я думаю, что она может даже существенно повлиять на ход российско-украинской войны, потому что эти люди могут организовать серьезную армию внутри России, и тогда уже начнется в России то, что называется гражданская война, потому что когда одни россияне с оружием воевают против других россиян с оружием на территории России, то это, ну, по определению называется гражданская война. И это очень ослабит российскую армию, потому что многие те военнослужащие на линии фронта начнут задуматься, российские, начнут задумываться, а за кого нам, в общем-то, воевать. Это интересная ситуация. Да, и вот вы вспомнили о ЦРО-бароне, о которой также высказывался местный губернатор Белгородщины, Гладков, по-моему, фамилия, да. Так вот, почему же не вооружают их? Это, кстати, по вашему мнению, потому что не хватает вооружения, вот поскольку вы говорите, что нет смысла срывать там военных, которые сейчас воюют на фронте в Украине, вот, и защищать те же законные территории Российской Федерации, но в то же время и этих местных терровороновцев не вооружают. Почему, по вашему мнению, или все-таки боятся, что они могут присоединиться к тем же, к легиону, о свободной России или РДК? Ну, скорее всего, боятся, потому что найти несколько тысяч автоматов, я думаю, это небольшая проблема, ну, вообще не проблема. Можно было их вооружить, тогда это было бы подразделение, которое, ну, как бы, может давать сопротивление российскому легиону, но, видите, они же, там люди, ну, когда дело касается оружия и вооружения людей, они, россияне начинают просчитывать, и чем это может обернуться. И, видимо, они просчитали, посмотрели на отношения людей, там же, и внутри этой территориальной обороны, 100% есть ФСБшники, которые проводят мониторинг, они следят за настроениями, следят за разговорами, и, видимо, эти люди, скажем так, контрразведчики российские, сказали, что нет, давайте этим людям оружие опасно, потому что это оружие может быть как раз развернуто в ровно противоположном направлении. Поэтому, ну, неужели это не выглядит, не выглядит даже для россиян, которые за этим следят, ну, как минимум странно. Создали территориальную оборону для обороны, но оружие они дали. Ну, то есть это говорит о том, что, ну, не так вот, прокол называется у россиян, это значит, говорит о том, что русский легион вот в этих, точно что в этих областях, но, если не поддерживает, то точно не выступает против него. Я имею в виду население, которое вот присоединилось к территориальной обороне. Ну, а возможно по российской старой традиции, знаете, как оружие добудете в бою. Благодарим вас, Алексей, за этот утренний военный анализ. Военный аналитик Алексей Гетьман только что был с нами на связи. Мы вы, что вы,